МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ульяновская фирма Исузу выпустила новую партию автобусов для перевозки жителей областного центра. Первая партия машин уже вышла в рейсы. Подробности в нашем репортаже. Просторный светлый салон этих машин оборудован по новым стандартам. Для удобства пассажиров здесь комфортные сидения, поручни, отдельно организовано место для крепления инвалидного кресла. На входе механическая аппарель для заезда в автобус. Салон оснащен системой видеонаблюдения и зарядными устройствами для смартфонов. Для комфорта водителя лобовое стекло с широким углом обзора. Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом. Для меня автобус удобен. И не только для меня, и людям удобно. Многие предпочитают наоборот большие автобусы, маленьким маршруткам. И говорят, что побольше было таких автобусов. Одно из главных преимуществ таких автобусов – экологичность и экономичность. Все машины заправляются газом. До этого, если транспортные средства, оборудованные даже компримированным природным газом от метана, приходилось съезжать, некоторым газелям с рейса не хватало, то здесь на данных автобусах марки «Семас» стоят уже другие баллоны с большим ресурсом, имеется в виду по километражу, по пробегу. То есть на целый день хватает, без проблем съезжать не нужно. До конца года на дорогах города появится 70 новых автобусов марки «Семас». Из них 57 выполнены в комплектации «Доступная среда» с задней низкопольной площадкой. Часть машин уже пополнила парки на маршрутах 67 и 68. В 2019 году мы запустили программу по обновлению пассажирского транспорта. На маршрутах Ульяновской области появилось 100 автобусов. Сейчас все они задействованы на обслуживании городских маршрутов. Обновление подвижного состава и модернизация транспортной инфраструктуры проводятся благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск. Спасибо медикам. Под таким названием в нашем регионе запущен проект, в рамках которого ульяновские врачи и медсестры бесплатно восстанавливают силы в санаториях области. Это касается тех, кто сейчас на передовой в борьбе с COVID-19. В одном из ульяновских санаториев сейчас поправляют здоровье медицинские работники, которые переболели COVID-19. Среди них Харгаил Казымов, врач Центральной городской клинической больницы. Он, хотя и хирург, но красную зону приходилось посещать часто для консультации. Проводил и операции пациентам с этим недугом. Вёл приём экстренных больных, поступающих без справок, с отрицательным результатом на новую инфекцию. Сам доктор Казымов ковид перенёс тяжело. Несколько дней провёл в реанимации. Первые 3-4 дня для меня было очень тяжело, когда я был на кислороде. Все знают, все врачи знают, что ситуация может осложниться, ухудшиться. Можно, как говорится, попасть на ИВЛ, а там, чем дело закончится, тоже по-разному заканчивается. Травматолог-ортопед Ольга Демидова также проходит здесь своего рода курс реабилитации после ковида. И у неё свои наблюдения, кто тяжелее всех переносит эту новую инфекцию. То, что обратило внимание, в первую очередь, это все люди с ожирением. На первом месте люди с ожирением. Дальше уже это сахарный диабет, это уже сиренечно-сосудистые заболевания. Но, как правило, это все люди за 100 килограмм. 130, 150, 160, 140 килограмм такие есть. Ольга Демидова рассказывает, что сами медики, которые работают в красной зоне, могут терять за одну смену до 2 килограммов. И этому способствует воздухонепроницаемый костюм персонала. Когда после выхода из зоны доктор или медицинский работник снимает маску, из неё просто выливается вода. Сейчас медики поправляют своё здоровье, уповают на радоновые ванны. Они благоприятно действуют и на органы дыхания, и нервную систему приводят в порядок. Главное тут отдохнуть, восстановить сон, восстановить психику. Самый первый эффект, который пациенты замечают, принимая радоновую процедуру, это седатинный эффект. То есть им хочется поспать, задремать. Потом восстанавливается сон, удлиняется. То есть происходит какое-то успокоение вообще. В дальнейшем, позже, через 2-3 недели наступает эффект именно влияния на иммунитет. То есть иммуномодулирующий эффект радонотерапии заключается в том, что аллергические реакции становятся менее выражены, а способность иммунитета отвечать на именно инфекционные процессы, вирусную и тематику возрастает. То есть возрастает иммунитет противовирусный и противомикробный. Все медики, которые не работают постоянно в красной зоне, но видят, как там работают коллеги, считают их труд героическим. Тем более, что многим пришлось самим пройти через эту болезнь. Почти половина людей относится к этому делу скептически. Что это придумали, что этого на самом деле нет. Ну, это на самом деле есть. И надо относиться очень осторожно. Действительно соблюдать все меры предосторожностей. Человек просто может умереть. Абсолютно здоровый человек просто взять и умереть. И здесь задача жителей региона – помочь нашим медикам. Прежде всего, соблюдать все правила санитарной безопасности. В первую очередь, избегать мест скоплений людей, держать социальную дистанцию и обязательно носить маску, чтобы однажды ковидные госпитали закрылись. Элла Шахова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. В Ульяновске открылась выставка хранения денег в выставочном павильоне «Гараж СССР. Ретро-мототехника». Экспозицию посвятили повседневной жизни денег, которой они жили с далеких времен до наших дней. Организаторы отразили судьбу монеты и банкнота от выхода с монетного двора и печатной фабрики до пребывания в бумажниках, копилках, монетницах. И даже попадания в клады и превращения в украшения. Здесь можно будет познакомиться с прообразом современных копилок, сосудом-кубышкой, узнать, почему она изготавливалась именно из глины, а не из какого-либо другого материала. Узнать, как сохраняла деньги русская аристократия во времена правления Петра I, в будущем, когда возникли первые банки, какие сберегательные операции они выполняли. Экспонаты музея предоставило отделение Волговятского главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ульяновской области. Экспозицию дополнили предметами из фондов Ленинского мемориала. Внимание! Будут работать сирены. Сегодня с 10 часов 37 минут до 10 часов 43 минут на территории региона пройдет техническая проверка комплексной системы экстренного оповещения населения. В течение 6 минут будут включены электросирены, а информация будет передаваться по радио России на частоте 89,6 FM и по каналам, входящим в первый мультиплекс. Населению рекомендовано сохранять спокойствие, включить радиоприемник или телевизор и прослушать специальное сообщение. На этом наш выпуск завершен. Далее информация о погоде, а сразу после – новости Приволжского федерального округа. До встречи, увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Ульяновской области ожидается малооблачная погода без осадков. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер восточный – слабый. Температура воздуха днем по области от 18 до 23 градусов тепла. В Ульяновске плюс 18, плюс 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова